В этом видео я расскажу все о Яндекс.Телефоне, раскрою все фишки и подводные камни. Большую часть информации о новинке Яндекса М-Видео слили заранее и все характеристики есть в описании к этому видео. Расскажу о самом главном. Смартфон понравится тем, кто уже прочно слился с экосистемой Яндекса. Главное конкурентное преимущество Алиса не установлено в приложении, а вшитое в телефон. Ее можно позвать с домашнего экрана, видеоплеера или игры. В теории она должна отвечать всегда, даже тогда, когда вы ее вообще не спрашивали. Так, Яндекс уверяет, что она сама предупредит о пробках, предложит включить любимую музыку, как только вы вставите в телефон наушники и расскажет о важных изменениях в погоде. От себя хочу сказать, что Алиса очень хороша и удобна на первом девайсе Яндекса – Яндекс.Танции, обзор которой можно посмотреть по ссылке в подсказке. Правда, разблокировать телефон по голосу и слову Алиса пока не умеет, что сильно вредит девайсу. А вторая плюшка для покупателя – вшитый справочник телефонных номеров Яндекса. Телефон подскажет, из какой организации вам звонят, а также сам найдет нужный вам номер. Представители Яндекса уверяют, что сами оптимизировали софт и железо, чтобы батарея в 3000 мАч хватило на полтора дня активного использования. При этом заряжаться телефон будет всего час. В качестве операционки используется Android 8.1 с графической оболочкой Яндекс.Лаунчер. Аудиопроцессор и кодеки Qualcomm Acoustic должны улучшать звук в наушниках и динамиках. Безусловно, функция NFC будет очень полезна, и, думаю, Яндекс ее интегрирует со своим кошельком. А из предложенных дополнительных плюшек – это полгода подписки на Яндекс.Плюс. Это безлимитная музыка и видео. Хотя покупателям еще обещают 503 рублей на счет в Яндекс.Деньги. И 3 месяца 10% кэшбэка до 1500 рублей. Скидку 12% на бизнес-класс в Яндекс.Драйве. Дополнительные 10 гигабайт и скидку 30% на дополнительное место в Яндекс.Диске. И бесплатную доставку от Marketplace и беру при покупке товаров на сумму от 500 рублей. Все это общей суммой примерно на 3000 рублей должно соблазнить покупателей выложить за сам смартфон 17 990. Самое печальное – то, что Яндекс сам не верит в свой продукт. Презентация крайне скромная, а заказанная партия смартфонов вообще смешная – всего 5000 штук. А это значит, что найти комплектующий и отремонтировать смартфон в случае чего будет долго и нудно. В продажу Яндекс.Телефон поступит уже завтра. Технические подробности смотрите в описании, а я жду ваших комментариев.